Проблемы села, коронавирус и внешняя политика. На эти и многие другие темы почти 4 часа общался с журналистами в прямом эфире президент России Владимир Путин. Ежегодная пресс-конференция главы государства для зарубежных, федеральных и региональных СМИ прошла накануне в Москве. Подробности в сюжете моей коллеги Елизаветы Кабановой. В центральном выставочном зале Манеж собрали журналисты из всех регионов России, от Камчатки до Крыма. Повод, что не наесть вески – задать вопрос президенту. К тому же в этом году из-за эпид-обстановки участников пресс-конференции Владимира Путина вдвое меньше. Следовательно, шанс озвучить свой вопрос выше. Для того, чтобы попасть в число журналистов, у которых будет шанс задать вопрос президенту, нужно было пройти официальную аккредитацию. Но и это не все требования в условиях пандемии. Из-за пандемии коронавируса были также усилены меры контроля. Например, чтобы попасть на конференцию, нужно было сдать три ПЦР-теста. Также нужно обязательно находиться в маске и пройти через специальную обеззараживающую рамку, в которой нужно находиться не менее 10 секунд. Участие в пресс-конференции главы российского государства приняли более 500 представителей зарубежных, федеральных и региональных СМИ. Что касается последней категории, то местные журналисты приготовили для президента вопросы, которые волнуют население в регионах. Многие журналисты не раскрывают свой вопрос до начала пресс-конференции. Например, как девушка с плакатом «Я Маша из Владивостока». Мы с коллегами шутим у себя в Приморье, что в Владивостоке складывается такая добрая традиция, что именно Мария, журналистки по имени Мария, приезжают к Владимиру Владимировичу на пресс-конференцию каждый год. А вопрос пока не могу раскрыть, но вот тонкий намек. Часы, потому что мы находимся в другом часовом поясе, и, собственно, нам немножко тяжеловато жить. Там вопрос будет именно про время. К сожалению, Мария так и не смогла озвучить свой вопрос президенту. Только 10% аккредитовавшихся смогли это сделать. Наша съемочная группа перед началом мероприятия пообщалась с коллегой из редакции общественного телевидения России, федерального канала, с которым сотрудничает телеканал «Север» в рамках региональных врезок на УТР. И вот одна из самых острых тем – это развитие села, потому что нас много смотрят в глубинке, и мы понимаем, что в больших городах очень много крупных, дорогих инфраструктурных проектов по всей стране, а деревня, и в 21 веке остается, к сожалению, деревня. И мы хотим сегодня спросить у президента, планирует ли государство развивать село и проводить крупные инфраструктурные проекты, в том числе и там. Ольга получила ответ на свой вопрос от президента во время прямой трансляции. Тема развития села остро стоит и в арктических регионах. Мы уже, по-моему, упоминали о программе реновации школ и строительственных школ. Так вот, опережающим темпом это, конечно, будет делаться на селе. Я именно об этом просил, и именно это будет, безусловно, обеспечено. Что касается интернета, то не случайно. Вы сейчас упомянули о том, что интернет есть, а в деревне может не быть каких-то элементарных вещей. Ну, конечно, об элементарных вещах можно и нужно думать, но и интернет надо обеспечить для того, чтобы на селе люди могли получать определенный современный уровень образования и пользоваться теми услугами, которые можно получить через интернет даже в отдаленных регионах и в маленьких населенных пунктах. Помимо этого, Владимир Путин уточнил, что на эти цели предусмотрены дополнительные средства. Значительный объем денег, который заложен на развитие инфраструктуры, пойдет именно на развитие сельских территорий. Еще один вопрос, актуальный для Ленинского округа, озвучила корреспондент из соседнего региона – Республики Коми. Он касался программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Как вы оцениваете те условия, которые выдвигаются федеральным центром для регионов, для того, чтобы расселять аварийное жилье, эффективны ли они, на ваш взгляд? Будете ли вы их усиливать, ужесточать или, быть может быть, ослаблять? Я уже много раз говорил на этот счет и хочу повторить еще раз. Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают. Самая главная часть вашего вопроса – будет ли продолжение этих программ, то есть будет ли признано аварийным жилье после 1 января 2017 года и будут ли выделяться для этого соответствующие деньги. Будут. Программа готовится. По словам Владимира Путина, финансовые возможности регионов растут, но большая часть средств на эти программы должна идти из федерального бюджета. Всего на конференции прозвучало более 40 вопросов. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север.